Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале обзора времени и сегодня в нашем обзоре Casio с номером модели SGW600H1B. Перед тем, как распаковать и показать вам данную модель, напомню, что любые часы с наших обзоров вы можете приобрести, перейдя по ссылке, которая находится в описании под этим видео. И обязательно досмотрите видео до конца, там я расскажу, как получить дополнительную скидку на приобретение в нашем магазине. Итак, распаковываем вот такую вот коробочку и она у нас не совсем стандартная. Хоть в такие коробки пакуют не самые дорогие модели, здесь у нас еще идет в комплекте вот такой вот стенд. Пожалуй, буду молчать пока шебуршу пакетиком, а сам стенд выглядит вот так. Мы его просто открываем и уже там видим наши часы на подставочке. Если в двух словах, то это бюджетные про треки, чуть позже мы об этом поговорим, почему я их так назвал. А вначале давайте разберем материал изготовления данных часов. Ремешочек у нас сделан из полимера, но полимер не самый, скажем так, дорогой. Он более бюджетный, не такой, как у нас устанавливается в тех самых настоящих про трек. Застерочка из пластика, задняя крышка из нержавеющей стали на четырех винтах. Безель, прошу обратить внимание, алюминиевый, выкрашен в черный цвет. На нем у нас есть отметки названия кнопок на значение. И, наверное, все. Сверху мы видим какую-то такую техническую информацию. И сам корпус у нас, опять же, из полимера. Есть у нас четыре элемента управления. Это две кнопочки вот таких вот продолговатых, крепленных справа. И абсолютно такие же две слева. То есть симметрия здесь по кнопкам соблюдена. И давайте обратим внимание на наш циферблат. Кстати, стекло здесь не стекло, а оргстекло, как его называют. То есть тот же пластик. Поэтому давайте заглянем под него, посмотрим, что там интересно. Потому что, как видите, здесь все не совсем стандартно. Циферблат здесь действительно интересный и необычный. И я думаю, это сразу заметно. Потому что, во-первых, здесь три графические жиркообласти. Во-вторых, они у нас по контрасту абсолютно разные. Нижняя у нас негативная. Верхняя позитивная, где светло-ширик на темном фоне. А снизу наоборот. И при этом все достаточно информативно. Как мы видим, снизу у нас область самая информативная. Здесь у нас цифровое время, день недели, число и месяц. То есть вся информация о текущем дне. Сверху мы видим вот такую вот часть карты, где у нас с жирным, скажем так, обозначением видно наше местоположение, наш часовой пояс. И опять же сверху дублируется цифровое время. Не совсем понятно, почему дублируется. Хотя могли сделать бы двойное время, мировое время. Но я тут этого не нашел. Оно действительно просто тупо дублируется. Есть, конечно, практическая составляющая данной функции. Но в режиме текущего времени могли бы, конечно, доставить возможность, чтобы можно было это все менять. Что касается функционала, то здесь все очень даже хорошо. Как видите, есть у нас посередине надпись Twin Sensor, говорящая о том, что здесь у нас двойной датчик. Какой именно датчик, мы, конечно же, это выясним и поговорим. Но для особо внимательных я просто покажу вот на правую нижнюю кнопочку, на правую нижнюю надпись. Итак, давайте сначала рассмотрим стандартный набор функций. Это у нас мировое время. И то, о чем я говорил, как бы то время, которое сверху, оно у нас неизменное. И уже при использовании каких-либо функций часов мы все время можем наблюдать текущее время. То есть в этом, конечно же, плюс. Как обычно, в принципе, в режиме мирового времени мы листали города и видели цифровое время. Дальше секундомер. Следующее – это таймер. Следующее – 5 независимых будильников с функцией ежечасного сигнала. И возвращаемся опять же в режим текущего времени. И переходим в режим датчика. Датчика, то есть двойного датчика, а именно компас и термометр. Здесь все тоже классно сделано. Как видите, в круглой графической области у нас есть, конечно, такие индикаторы. Тройной индикатор показывает на север, а остальные, соответственно, другие стороны света. И просит он калибровку. Не буду сейчас это производить. Просто еще раз вам запущу. Здесь показывается, как видите, цифровое буквенное обозначение. Показывается, опять же, текущее время. И сверху наша текущая температура 26,9 градусов по Цельсию. Я считаю, суперский функционал для таких часов. И прошу обратить внимание на их цену. Размеры часов, в принципе, небольшие и немаленькие. Я бы назвал их средними. Это 50,5 в высоту, 45 в ширину и около 13 они в толщину. На мою кисть обхват которой 18 см. Сейчас мы и посмотрим, как эти часы ложатся. Что касается ремешка. Хоть он, как я говорил, не очень, скажем так, дорогого исполнения. В принципе, застегивается легко. Он такой не очень тугой и не очень пластичный. То есть, прям такой, который надо. И на руке сидит довольно-таки приятно. То есть, я никакого дискомфорта не ощущаю. На самом деле, я вот так вот даже вожу ремешочек по кисти. Я чувствую, что он мягкий достаточно. То есть, дискомфорта точно с ним не будет. И давайте все это посмотрим именно уже на руке. Напишите свое мнение, как вы считаете, классно ли смотрятся данные часы. Потому что, лично мое мнение, мне нравится тем, что именно вот такой вот дисплей. Наполовину черный, наполовину светлый. И интересно то, что и карта здесь какая-то есть. То есть, часы действительно смотрятся уже необычными. Я думаю, внимание они будут привлекать. И уже глядя на такой циферблат, ты понимаешь, что часы не самые простые. Хоть и по цене я бы сказал, что они очень даже демократичные для всех. И даже нравится вот эта вот отметочка, которая сверху на безеле с буквой N с обозначением севера. Все это смотрится очень гармонично, прикольно. И я думаю, вам тоже должно понравиться. Ну и куда же без хорошей подсветки при таком циферблате. И как видите, даже при, скажем так, активной подсветке у нас имеется разница в циферблатах. Мне кажется, все это смотрится достаточно интересно. И в принципе, любая информация считывается с такого циферблата на ура. Добавок ко всему, при таком функционале данные часы готовы работать от одной батарейки до пяти лет. Я считаю это классно, конечно же. Это не два года, как обычно. Это пять лет. Подумайте только. Я думаю, за пять лет с ними может произойти что угодно, но работать от этой батарейки они все еще будут. И водозащита у данной модели 10 бар. С этими часами можно плавать, но уже не нырять и не погружаться на глубину. Поэтому, если данные часы вам нравятся, то сейчас я расскажу, где и как купить со скидкой. Во-первых, подпишитесь на наш канал, и вам станет доступен наш промокод обзор времени, который вы видите сверху на экране. Вы вводите этот промокод при оформлении заказа на нашем сайте. Ссылку на наш сайт вы можете найти в описании под этим видео. Находите любимые вам часы, добавляйте их в корзину, добавляйте туда промокод и получайте часы по лучшей цене со скидкой в нашем магазине. Мы продаем только оригинальные часы с полным комплектом, гарантией и доставкой по всей России. Кому понравился обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы увидеть следующий. Спасибо большое за внимание, друзья. Пока!